Слава Господу, братья и сестры! Мир вам! Воскресный день, седьмой день недели для общения с Господом, Бог определил так. От сотворения мира этот день выделен им, определен им, и так и будет. Пока эта земля будет, пока Господь не вернется, может даже и дальше. И завтра начало трудовой недели. Ну, для кого трудовой? У детей каникулы, да? Там сезон отпусков, ну, у кого как, по-разному. И пастор благословляет на неделю, которая начинается, ну, его сейчас нет, такая честь, наверное, мне сегодня будет принадлежать. И что хочу сказать, мы не знаем, да, что не то, что неделя, а что даже день грядущий нам готовит, что сегодняшняя ночь принесет, мы не знаем. И мы нуждаемся в Божьем благословении. И знаете, плохо, я не думаю, что так есть у нас, но если верующий человек, вот он планы строит, он мысли какие-то имеет, и в них как бы Бога нет. Он опирается на свой опыт, он опирается на все, что до сих пор получалось, делал не раз так, может быть, десятки раз, может быть, больше. Но если Господь не даст силы, а если что-то внезапное случится, болезнь, диагноз, что-то такое, что потрясет тебя, того, у кого вся жизнь была как по накатанному, как сыр масли, кто-то скажет, да? Поэтому мы нуждаемся в этом Божьем благословении, и хотим ли мы и получать, и иметь вот именно прямое слово от Господа, Его волю, мы сегодня об этом утром слышали. Господь, какая Твоя воля, вот ну на завтрашний день, на неделю, если я проживу столько, что Ты, Господь, для меня имеешь? Что Ты хочешь, чтобы я сделал? Вы вообще задумывались мы об этом или нет? У нас только свое, да там дети, там работа, там еще, там позвонить, там передать, там встретить, много пунктов. Есть ли в них Бог? Потому что когда вот так оно идет и получается, ну вроде бы и нормально. Но если зашатаются основания, если зашатаются основания. Кто-то из братьев проповедовал недавно. Мы ведь верующие люди, да? То есть вот о чем с ней хочу говорить? Понимание Божьей воли на мою жизнь. Если я отец на жизнь моей семьи, там муж, ответственность. Господь, что Ты хочешь, чтобы сделал я, чтобы сделала моя жена, чтобы делали мои дети. Что Ты хочешь, а не как я это представляю себе. Здесь, знаете, здесь очень серьезный такой момент. Вот доверие Богу, доверие Богу. Мы об этом утром сегодня слышали. В ритче написано 19, 21. Много замыслов в сердце человека, но, вот это вот но пресловутое, но состоится только определенное Господом. И знаете, Вы слышали, вот может произойти такое, чего ты не ждешь абсолютно. Бывают такие моменты кризиса очень серьезного. Но если в жизни христианина постоянно так, что это определенное Господом, оно всегда для тебя сюрпризом является, ты, как правило, этого не ожидаешь, ты не ждешь, ты не настроен, вот это плохо. И получается, когда пути наши направлены больше в свое, я, свои желания, свои какие-то моменты, и Бог как бы всегда где-то он дальше стоит. Прокогей, 1 глава, 5-6 стихи. «Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваше. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Не будет удовлетворения от жизни. Жизнь не будет приносить тебе удовольствие, хоть ты и верующий человек. Тебе всегда что-то будет томить. Ты будешь озабочен. Ты будешь нагружен. Бессонницей будешь страдать от этих проблем. Вроде все делаешь. Но почему-то не очень получается. Обратите внимание на ваши пути. И вот о воле Божией. Особенно это, что касается вопросов служения. Берешь крест и следуешь. Или не хочешь брать, а хочешь следовать. И вопрос, знаете, не о том, Бог дал нам разум, идя в магазин, молиться, Господь, какой купить мне там сорт хлеба или макарон. Ну, ты же знаешь свои вкусы, Бог тебе дал. Или там цвет носков, простите. Не об этом речь. Есть важные вопросы, где априори мы должны, как верующие люди, искать воли Божьей. Бог, здесь важный вопрос в жизни. И я хочу Твою волю познать на этот момент. Для меня, для моей семьи. Я не хочу сам, как понимаю, на своем опыте достигать чего-то. Прежде, нежели пойму, как ты это видишь. Об этом сегодня я хочу говорить. Павел Кременом пишет в 8 главе. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. В последнее время в моей жизни больше такого стало. Анна Петровна, я ее не вижу сейчас, поэтому позволю себе пример привести. Вот у нее как-то получается в последние годы как-то привлечь меня к детскому служению. Ну, как бы никогда не считал, что это мое дело. Брат Егор, слава Богу за тебя. Мы с Егором вместе немало делали этот год, прошлый год. И в этом году тоже поступило такое предложение послужить в этом мальчиковом лагере. И она спросила, может быть, остались материалы из прошлого, 22-го года. Ну, отчего-то у нас там первая была такая группа, собирались. Мы там планы, с чего начать, как бы двинуться. Я понимаю, но у меня нет привычки такой, вот знаете, что-то как бы отработанный материал. Я понимаю, что где-то можно обновиться, взять какие-то идеи для чего-то, даже пускай не детское служение где-то. Понимаю, что где-то есть. Говорю, да, поищу, где-то есть. Ну, я, знаете, во мне что-то есть от книжного червя такого. У меня литература дома, материалы какие-то свои уже, годы служения. Я точно знаю, вот на этой полке вот такие вещи там по истокам еще. Вот там где-то есть. Я так спокойно, ну, как бы пообещал, да, посмотрю, где-то есть. Я достал там, разложил на диване там в два-три ряда, быстро прошел по этим папкам, по файлам. Ага, нету. Ну, думаю, наверное, я слишком быстро смотрел, просмотрел. Я в обратную сторону по листочку, по листочку все перебираю и понимаю, что нету. Там, ну, как бы много этих полок, книги, там все думаю, господи, а где-то? Тут полдня надо все перебирать. Вот интересно, ну, я, она какая-то полка высокая самая, я на табуретку стою при своем росте, чтобы посмотреть. Может, где-то там завалился этот файлик. И такой момент, у меня голова просто поворачивается влево, там полки такие наружные, тоже там стопка такая вот. И оттуда взгляд падает, вот чуть-чуть выглядывает какой-то там папочка маленькая. Я понимаю, что это не мое такое водительство, скажем, да? Ну, внутри разума, ну, не может быть, ну, там точно не может быть, там о других конфессиях, там о других верованиях, там об исламе я могу найти какой-то материал. Ну, там точно не может быть, ну, это не в моих привычках. Опять туда смотрю, но нету. И я уже понимаю, что Бог подсказывает мне. Я говорю, я как тот гидион, Господь, я тебя, наверное, испытать буду. Я не доставал все оттуда, приподнимаю одной рукой и вытаскиваю именно то, на что бросен был мой взгляд. И знаете, и удивился, и нет. Это было именно то. Оно там не должно было лежать. Но именно этот момент Бог так показал. И никаких у меня в этом сомнений нет. Ну, это такое, знаете, простое, такое, я мог бы на полдня потратить, нашел бы все равно, на полу бы все разложил бы, но суть не в этом. Бог сэкономил мне мои полдня. А если ситуация в жизни горящая, вот решение надо прямо здесь и сейчас, иначе, если оно будет неправильное, потери будут большие, ущерб будет большой, возможно, даже еще что-то хуже. Одну историю, напомню, мы прочитаем из книги «Исход», из книги «Исход», из 15 главы, 22 стиха. Моисей только что вывел народ Божий из Египта, они прошли Черное море, потопил Бог войско египетское. И вот 22 стиха, читаем историю дальше. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. «Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою». Там Бог дал народу устав и закон, и там и испытывал его. И дальше там пришли в Елим, там источники воды, финиковые деревья и так далее. Что мы видим, как ситуация усугублялась. Бог, когда Моисея призывал, Он сказал, «Я вывожу народ из Египта, я услышал их неостинания, я вывожу их спасать, я их сделаю своим народом и веду в землю, которую обещал дать Аврааму, Исааку, Иакову, отцами». Вот Бог свой план открыл Моисею. И вот Моисей ведет три дня по пустыне, и не находили воды. Есть великий глобальный план, есть цель, куда Бог ведет. Но когда три дня по пустыне, там мысль только одна, и цель остается только одна – нужна вода. Иначе не то, что никуда не дойдем, просто здесь поляжем. Кто испытывал сильную жажду, кто находился в жаре, особенно, если ты не можешь как бы, ну там, до полу такого пляжного варианта раздеться. К чему? Я когда проходил курс молодого бойца, я стирал, мы все стирали каждый день, потому что это был летний призыв, каждый день стирали форму. И к концу дня она была такого цвета от соли, от пота. И это было, не знаю, месяц-полтора. То есть обезвоживание организма идет. И вот они три дня в пустыне, и не находили воды. Они уже только воду искали. Они уже не думали, куда там войти, откуда мы вышли. Вода в пустыне три дня, и не находили воды. Дальше мы видим, что пришли в меру, а там вода. Вот представьте, народ, который три дня не пил при жаре, вода, начинают пить, а она горькая. Сколько людей после кораблеклюшений там на плотах кому-то удалось выжить, на каких-то спасательных шлюпках. Но если их не находили раньше, чем у них закончился запас, если там был пресной воды, люди умирали от жажды в океане просто находясь. Тысячи кубокилометров воды вокруг, но она соленая. Пить ее не будешь. И вот мы видим, ситуация усугубляется. Пришли вода, вот вроде бы надежда вспыхнула, а она горькая. И состояние, представьте, и еще. И тут народ начинает роптать. Пока три дня шли, не роптали. Но когда увидели воду, и это получилась обманчивая вода, да? Иллюзия как бы. Вроде есть, но она тебя не спасет. Возроптал народ, говоря, что надо пить. И в этот момент Моисей возопил Господу. Моисей возопил тогда, когда народ возроптал. До этого он не вопил. Когда Давиду, помните, когда он сделал переписку против воли Божьей, сам двинулся, и Бог прислал пророка, говорит, избери три наказания. Или три года голод, или три месяца война, или три дня меч Господа и язва на землю. И Давид что говорит? Лучше мне впасть в руки Господа, но только бы не в руки человеческие, а Господь милосердный, Господь милостивый. Так и Моисей. Вот он почти уже впадает в руки человеческие. И Моисей возопил Господу. Ощутил именно в этот момент он крайнюю нужду в Господе. И Бог, мы читаем дальше, показал дерево, он бросил воду. И вода сделалась сладкой. Бог дает такой интересный ответ против всякой логики человеческой. Где-то дерево там, брось воду. Ни станцию опреснения воды Бог ему дал. Дерево бросай. И главное, сработало. И главное, сработало. Похоже было в Елисея. Помните, когда один из молодых людей утопил топор, который был взят у кого-то, то же самое говорит. И Елисей говорит, брось дерево, там кусок воду, топор всплыл. Бог, Он над всем мирозданием, Он над всеми законами, Им же сотворенными, стоит выше всего. И бывают моменты, когда Он просто оборачивает спясть, там топор всплывает, вода делается сладкою, могущественные чудеса Божьи происходят. Дерево – символ креста. Указывает на Голгофу, где спасение от всякой ситуации. Но что интересно, Моисей возопил, и Бог ему образно, наверное, сказал, Моисей, ну что ты вот пишешь? Вот тебе дерево. Не Моисей же сам догадался бросить. Бог сказал, брось туда, и будет все хорошо. Он возопил в критический момент, получает от Бога не просто слово утешения, Бог не похлопал по плечу, Моисей, держись, денег нет, но вы держитесь, да? Не так у Бога. Моисей сделает так и так, потому что народ стоит там 2 миллиона, тот уже может быть какие-то камни там ищет, еще что-то уже, какая-то ненависть, какая-то злость поднимается, и Моисей один против всего этого. Но у Моисея есть Бог, а у Бога с Ним есть отношение. Он вопит, и Бог тут же дает ответ и объясняет, что и как сделать, когда промедление было бы, наверное, смерти подобно для Моисея. Вторая история из Нового Завета, книга «Деяния», 10 глава. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий, он же взглянув на него и испугавшись, сказал, что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожев, у которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший, с Корнилием отошел, то он призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, рассказал им все, послал их в Иопию. И там был апостол Петр. Получает тоже конкретное указание, что, зачем сделать. Приходит ангел к этому человеку. Знаете, у него не было такой крайней нужды, как было тогда Моисей в тот момент, когда на него поднялся народ. Не было. Обычный день начался, наверное, встал, помолился, он там не занят был домашними работами, у него были слуги, даже какой-то был у него ординарист при нем тут и так далее. Но приходит ангел. Приходит ангел. И говорит, другими словами, своими, Корнилий, у тебя есть одна нужда, которую ты, может быть, даже не подозреваешь. Молился, мы читаем, там, жертвовал, милостыни, но говорит, молитвы пришли на память, спасения ты не имеешь и дом твой не имеет. Благочестивый, дом за ним, к Богу, там, молился, как знал, там, где-то на евреев смотрел, еще что-то. А не было рождения свыше, а не было встречи с Богом настоящей. Нужда была, но на ней сам, наверное, до конца и не догадывался. И Богу пришло оно на память, и Бог решил это исправить. И Богу до этого было что? У него было влечение к Богу. Что знал, он делал искренне. Молился, жертвовал, служил, и Богу это понравилось. И ангела присылает, апостола присылает, там, со свитой. И мы знаем дальше, чем закончилось. Покаялся весь дом, там, крестились, и так далее. Бог поправил. Как когда-то Аполлоса, да, читаем. Такой ревностный был, красноречивый, там, о Боге. Но Акилла и Прескилла написано, как встретили Его. Точнее объяснили путь Господен. И дальше пошел уже с новыми знаниями, с новой истиной служить так же ревностно и искренне. Брат Дмитрий поповедовал, наверное, на прошлую неделю, на тему такую, Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Вот у этого сотника это было. Бог его влек. Постепенный был путь. Не сразу Бог открылся. Но Бог увидел, что человек ему влекся. Увлекся по-настоящему. Это не было сиюминутное. Это не было, что прошло через месяц, или там через полгода остыл человек. Да ладно. У него было это постоянство. Написано так, благочестивый, боящийся Бога. И Бог его благословил. У Моисея до момента критического этого момента, что было? Что было? Несколько мест Писания, просто напомним. Знаете что? Вот так тебя прижало в угол ситуации жизни. И если до этого ты к Богу был равнодушен, может быть, даже скорее Бог ответит тому, который его вообще не знает. Господи, если ты есть, на такую молитву Бог ответит. Но если ты теплый христианин, если тебе все как-то с юморком, как-то все амбициозно, как я хочу, вот так пускай будет, что не по мне, нет, не принимаю, не это. А когда вот так вот? И вопить к Богу надо. А где гарантия, что в этот момент Бог ответит так, как ответил Моисею? А почему Он так ответил Моисею? Книга числа, 12 глава, с 5 стиха. И сошел Господь в облачном столбе, там Мариам с Аароном, когда упрекать стали за жену Моисея, и говорит, позвал Аарона Мариам, 6 стих, и сказал, «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении во сне, говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам, говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как вы не боялись упрекать? И подобное место, когда уже Моисея жизнь закончилась, как бы подытоживая, 34 глава книги Второзакония, с 10 стиха, оценка Божия мужу Божьему Моисею и его служению. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать землей египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всей землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля». Вот у Бога что? Совокупность всего. Верность не в моменте, а верность на протяжении. Бога не сильно впечатляют спринтеры, которые за 10 секунд даже быстрее пробежали 100 метров. Бога впечатляют те, которые идут в марафоны. Те, которые проходят много, и на этом пути много чего проходят, и испытаний, и всего, и верность проверяется. Когда кажется, все остановился, шел с дистанции, и бы, но надо идти, но надо идти. Так и нам. Мы не знаем, что нас ждет. Но если что-то такое, то очень-очень важное основание, какие у тебя отношения с Богом были до. Не момент, когда вот уже все, вопить надо, и вопишь. Но если ты человек верующий, Бог смотрит, а что у тебя, дорогой друг, было до этого момента? Знаете, кто, вероятнее, поможет нам, услышав в трудную ситуацию наш голос, может быть, крик, может быть, даже вопль? Друг, который знает наш голос, или посторонний человек, или малознакомый человек. Недавно такой сюжет попался на глаза в Америке и в России. Один эксперимент, но параллельно делали в течение трех дней. Молодые ребята и там, и там. Вот человек в городе делал такой вид, как бы, что ему плохо, он прямо где-то сунется на тротуаре среди именно многолюдной толпы, которой люди движутся. Здесь машины, здесь пешеходы. И за три дня съемок тот человек, который, это был в Санкт-Петербург, говорит, 27 раз в разных местах, сотни людей прошли мимо, останавливался каждый десятый. Десять процентов. Вдруг что случилось? Тот, который в Америке, я ничего не хочу сравнивать, никакого права не имею, но то, что было, то, что было. Это было все снято, с этой камерой снимали со стороны. Тот, который там, говорит, я ни разу не пролежал больше минуты. Люди с самокатов, с велосипедов останавливались, с электроскутеров этих спрыгивали. Что, куда, позвонить, позвать, воды может быть. Вот мы хотим, чтобы Бог вот так скоро приходил на помощь. У нас вот эти желания, нужные вопросы, они всегда есть. И нормально, когда мы ищем лучшего, когда мы ищем хорошего. 1 Коринфянам 7, 21. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Чего-то лучшего достигать нормально, но при этом не терять баланс. Приоритетов, ценностей и, главное, благодарности Богу. Если что-то хочешь достичь, а не получается, не роптать, как эти люди. Воды хотели, вот вода, вода не такая. И ропот пришел сильный. Если это тот авен езер, да, помощь Господа в прошлом, и мы об этом помним с благодарностью. Даже если очень трудно не роптать, не знаешь, как поступить, спроси Господа. Очень трудно и быстро надо, возопи Господу. Вспоминай, 21 год, я об этом, может, говорил младший сын, Егор, с твоего позволения. Поступать Ему нужно было. И как-то, ну, вот такое общее направление мы как бы понимали, ну, искали воли Божьей, об этом молился. И это не было такого ясного ответа. Мы сейчас на третий круг уже заходим, подобная ситуация. И как-то уже время нужно принимать решение, определяться. И как-то, помню, ну, шел так в одно место, взял справочник для поступающих, молюсь и думаю, Господи, вот сегодня будет время, найду, ну, вот, скажем, по его этим предметам, по которым он эти завалы, экзамены, пройдусь по всем университетам и буду молиться, Господь, и верю, ты мне откроешь. И, знаете, с такими мыслями настроенный такой, вот, ну, так вот, собранный такой, все. Потому что надо уже, вот, это на неделе, наверное, принимать было решение, куда там документы эти везти и тому подобное. Со старшим проще было, там, там зачислили без экзаменов. А здесь вот с таким столкнулись. И, знаете, я стоял на перекрестке, на светофоре, эти мысли как-то у меня там были где-то на, подсознательно далеко не уходили. И проезжает мимо социальное такси, газель. И там несколько мамочек с больными детками, детки в инвалидных креслах, их, ну, там, куда-то в центр, может быть, какой-то коррекционный везут. И я стою, у меня такая мысль четкая, думаю, если бы эти мамы, вот, знали бы, вот, с каким переживанием я иду в этот день, тогда не сказали бы в один голос, нам бы ваши проблемы. Я говорю, Господи, благослови этих людей. Прости, что какое-то чрезмерное волнение пришло, вот, переживание. Господь, я верю, ты благословишь, ты подскажешь, ты поможешь. И так и было. И так и было. Слава Господу. Отношения с Богом. Приходится повторяться, потому что об этом сегодня Господь уже говорил. Ежедневное с Ним общение. Слово мое. У меня есть слово, и я его читаю. Я его стараюсь читать по возможности вдумчиво. Молитва. Молитва семейная, у кого уже есть такая возможность. Искать Божьего лица, собрание. Если есть сегодня в твоей церкви собрание, и ты сегодня здоров, ты на своих ногах, ты не обременен там работой, но на самом деле неотложными какими-то, то что тебе мешает с утра спланировать свой день так, чтобы вечером у тебя эти два часа были посвящены Господу. Моисей и этот сотник, они строили с ним отношения, до. Моисей, я пришел кризис, и Бог ответил мгновенно и конкретно. Сотник вроде бы как бы двигался в таком общем направлении, но даже сам до конца не понимал, Бог послал ангела, представьте, целый ангел пришел и подкорректировал его путь. Быть готовым, что Бог может мне проговорить сегодня. Я буду молиться. Бог, я жду, что ты скажешь. Я буду читать слово, что оно мне скажет Господь. Я буду с кем-то общаться, Господи, может быть, ты и в этом что-то мне скажешь. Иеремия 29.11. Бог сам этого желает. Вот четко так вот отметьте, Бог желает этого, чтобы мы желали получить от Него ответ. И не важно, на небольшую нужду или на важную нужду. Ибо только я знаю намерения, как я имею у вас. Бог имеет от тебя намерение. Не важно, кто ты, мужчина, женщина. Не важно, сколько ты образован. Не важно, сколько у тебя денег. Бог имеет от тебя намерение. Вопрос другой сегодня стоит. А хочешь ли ты это намерение знать? Какое оно по отношению к тебе на сегодня? Какое оно по отношению к тебе на завтра? Какие планы твои, Господь? Говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Аллилуйя. Хотим ли мы познавать Его волю? Не так, как Захария, да? Первая глава Евангелия Луки. Молился, молился много лет, потом перестал молиться. Пришел ангел, говорит ему, а как это будет? Говорит, там у меня такие нюансы, так это не получится, наверное. И ангел говорит, я перед Богом стою и пришел к тебе. Другими словами, Бог послал меня к тебе со словом. А ты не веришь, будешь молчать. И время тебе дается подумать. Когда Бог захочет проговорить, готовы мы слушать? Это только первая часть. А вторая часть, а готовы ли мы слышать? Можно слушать и пропустить, не принять. А готов ли я слышать, Бог? Ты ко мне говоришь, а готов ли я принять, Бог? Это вопрос, каждый к себе. Первое царство. Третья глава. Девятый стих. И сказал Ильи Самуилу, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Это тема проповеди. Говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил, и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и другой раз, Самуил, Самуил, а Самуил, мы помним, это совсем молодой мальчик еще. И сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Бог так благословил нас, что мы, наша команда истоки, мы уже год, сегодня ровно год, год назад мы провели первое служение. Вот дуэт, брат и сестра пели, это там сформировался, слава Богу, церковь через это имеет богословение. Бог посылает нас служить в непределах церкви. И сегодня именно год, мы в тот раз были в субботу, сегодня один день сдвинулся, в воскресенье, 43 служения провели. Насколько я мог, более 310 человек хотя бы раз услышали. Многие были по 2, по 3, по 4 раза, но хотя бы раз. Я вот об этих людях. Люди в сложной жизненной ситуации, и там кого только нет. С персоналом вчера разговаривал, кого только мы здесь не видели. Абсолютно. И вот было служение, мы обратили внимание за этот год. Когда идем в субботу перед хлебопреломлением, ну я думаю, все мы с этим сталкиваемся, всегда труднее. Или кто-то там бунтарствует, или что-то еще происходит, какие-то вот эти моменты. И вот эта суббота была прошлая перед хлебопреломлением, и людей много там было тогда. Людей было много. Мы звали, мы приглашали. Пришло 2 человека, там 2 женщины, которые были и раньше. И там еще по пол времени, один человек, мужчина, и второй человек. И знаете, мы так расстраивались, как бы, ну, там и поем, и аппаратуру несем, и свидетельствуем. И потом я вспоминаю, в эту ночь накануне я читал Слово Божие. И я себе пометил, это Луки 14 глава, почему-то я пометил, я в телефон себе записал, чтобы эту мысль не потерять. Один стих я просто напомню, 14 глава, когда пир, как здесь Лука называет, званых избранных, и идет звать. Один человек сделал большой ужин, 16 стих, и послал раба, чтобы позвал. И вот 18 стих, и начали все, как бы сговорившись, извиняться. Вот именно я отметил, вот реакция мира на Евангелие. Кому ты не говоришь, будь то родственникам, будь то коллегам, будь то там еще кому-то, там людей, кого ты давно не видел, приглашай в собрание, ну давай, ну вот я позвоню, я приглашу, напомню, как бы сговорившись. Вот там точно та картина была, вежливо, никто там не грубил, все почти отказались. Но я в этом получил утешение, и братьям и сестрам сказали, люди, дорогие, Бог уже предупредил сегодня. Ну вот так сегодня будет. И вчера, когда уже мы ехали, я был уверен внутри твердо, будет благословение. И согласитесь, Наталья подтвердит, мало таких служений, как было вчера, мы переживали. Людей было много, кажется, муха пролетит, слышно будет. Впитывали, она споет, хлопают, и вопросы, и видно, что искренне все. Бог всегда восполняет. Но Он предупредил, как бы сговорившись, все отказались. Говорю, Господи, я же не могу взять неподъемное. Благодарю Тебя, что Ты предупредил. Слава нашему Господу, чтобы искать Божьего лица, чтобы эти отношения у нас с Ним были. Как это состояние поддерживать. Вот 104 Псалом, 4 стих. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Ну, кажется, ну как вот это вот искать? Всегда лица, силы Его. А давайте посмотрим, в каком контексте это написано. Начитаем с 1 стиха. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, довеселится сердце ищущих Господа, ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда, вспоминайте чудеса Его, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Здесь и все. И о страхе Божьем, и о благодарности за все Его чудеса и милости в жизни. И пойте Ему, и ищите воли Его. Вот во всем этом, если мы идем каждый день, как уже получается? Если случится момент кризиса, когда нужно будет получить от Бога мгновенный ответ, Моисей ведь не просто получил утешение, этого было бы мало. Там даже не надо было камнями, там его песком бы засыпали, каждый по горсти бросил бы, и было бы там, наверное, немножко меньше пирамиды Хеопса. Два миллиона, два с половиной миллиона человек. Нужно было от Господа получить это дерево, и что с ним сделать, чтобы эту воду исправить ее, и сделать, ну, пить его. У Моисея были до этого отношения. И когда пришел кризис, Господи, только вопль, там даже, может быть, не было, он даже нужду не мог сказать, Господи, что делать? Еще три дня до следующего азиста мы не дойдем. Поляжемся. Только его запил, и Бог дает ответ. И пусть Господь благословит, что в нашей жизни это было и славословие, и похвальба Его именем, ни себе ничего не приписывать, никаких успехов, и веселое сердце. Неужели верующий человек, да, бывают такие моменты, мы утром слышали, не всегда, но когда у тебя все хорошо, неужели так трудно принять от Господа это веселье сердца, простоте и веселье сердца, вкушали хлеб, не нужно ничего усложнять. Те, которые вкушали хлеб 2000 лет, они передали веру, и она не потерялась нигде. Ни в монархиях, ни в империях, ни в маленьких государствах, везде проповедуется Божье Слово. Те люди были верны. Пусть Господь благословит всех нас. Пусть это будет в нашем сердце, как было в сердце Самуила. Говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Не моя воля, но Твоя, да, будет. Иисус молился. И сегодня эта мысль прозвучала, тоже я себе пометил. Что это значит? Твоя воля. Во всех важных, важных вопросах жизни. Господь, я принимаю, что за Тобой право моего окончательного выбора, как сегодня брат служитель утром говорил. Я выбор сделаю, Господь. Я что-то буду делать, Господь. Но я приму сначала Твою волю, и это будет моим выбором. Пусть Господь благословит всех нас. Не будем жалеть, не будем роптать. Может быть, будет трудно. Кстати, вот хочу, будем молиться сейчас, прошу Ваши молитвы церкви за наше служение, потому что, ну, не буду, как бы, да, лицемерить. Этот год нам труднее. А так больше. Переживаний больше. Много чего, может быть, и не было бы. Мы идем служить на территорию натурально вражескую. Я в духовном смысле имею. Мы нуждаемся в Ваших молитвах. Бог говорит, будет великий плод этого служения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!